Староста дома 20 по улице Куйбышева Ольга Журавлева рассказала начальнику управления ЖКХ о том, что имея на своем счету немалые средства и протокол общего собрания, жители дома не могут добиться никаких действий от МЦЖКХ и своего РЭО. Мы в ООО МЦЖКХ отправили протокол общего собрания собственников жилья с решением произвести работы по замене электропроводки в доме. Деньги у нас есть, средства есть, но дальше слов у нас дела не идет. Это вот уже с августа месяца. Ждем август, сентябрь, октябрь, ноябрь на дворе. С чем говорили? Разговаривала с Гришановым. Потом никак не могу достучаться до мастера Ивакилева. Ремонт электропроводки не единственное, чего добивается от своей управляющей компании староста дома. Но, к сожалению, упустив летний период зимой, многое из запланированного сделать уже не удастся по объективным причинам. Честно скажу, завтра, послезавтра мы ожидаем понижения до минус 7. Соответственно. Перспективы ясные. То есть я вот, честно, я обманывать не буду. Завтра я им дам задание, они побегут все. Даже, может быть, подрядную организацию найдут. Только качество ремонта будет какое-то. Кто кладку-то ведет в зимних условиях? Нормальную кладку. Естественно. То есть надо и пластификаторы иметь, и все. То есть зимние растворы иметь, и все остальное. А то, что они положат, на следующий год у них может развалиться. Не сомневаюсь в этом. Поэтому их первая сейчас задача – все, что есть, надо закрепить. Да. Это можно сделать в любое время года, да? Да, да. И запланировать на следующий год, на весенний период, обязательно, так скажем, ремонт вот этих всех вещей. Подобных проблем было озвучено множество. Начальник управления ЖКХ обещал лично переговорить с начальниками управляющих компаний ИРЭО, чтобы те выполняли взятые на себя обязательства. Соседки по этажам с Держинского, 45, спросили Игоря Федурина помочь решить проблему с отоплением. Из разговора выяснилось, в этом доме мерзнет только один стояк. Управляющие организации обратим внимание, чтобы комиссионы, пока не наступили морозы, посмотрят. Возможность еще работы есть. И вообще, если, ну, бывает разные вентиля подбиваются, и стояки заставляются, есть и незаконные врезки, как вы говорите, проверят на незаконность врезки и на изменение системы теплоснабжения внутри дома. Посмотрим, что чего, проверим, нежилые помещения, что там творится. Иногда приходим к людям, а у них там теплые полы сделаны за счет отопления. О, МЦ, ЖКХ, это их работа, они получают с вас за это деньги. Вы выбрали в свое время их, так скажем, делегировали им полномочия выступать от имени вас, да? Поэтому, если надо, привлечем тепловые сети. Ну, вот, предварительно, по вашему рассказу, тепловые сети, честно говоря, если дом нормальный, все остальные угловые плохо. Ну, понятно, да? Некоторые просьбы Игорь Федурин мог решить прямо на месте. Например, просьбу жителей одного из домов по улице Вокзальной. Они попросили начальника ЖКХ выровнять площадку перед подъездом. Мы режем асфальтобетонную крошку сейчас, кое-где подрезаем. Вот, если есть будет, я, может быть, даже и завтра пришлю машину, чтобы засыпали хотя бы асфальтобетонной крошкой, чтобы ямы не было. 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 Ну, честно говоря, вопрос решается очень просто. Надо было просто управляющей организации, в управление ЖКХ дать заявку. Потому что вот многие обращались, где, когда мы резали асфальт массово, то есть делали ремонт, и даже у вас тут на вокзальной, на автодоро, там, на машинистов, можно было подсыпать. В этот день прозвучали, если не сотни, то десятки жалоб и просьб. Все Игорь Федорин взял на карандаш. Но заметил, решение львиной части выявленных проблем будет зависеть от добросовестной и ответственной работы управляющих компаний.